Всем привет! Сегодня у меня для вас медитация и, на мой взгляд, важный топик для обсуждения. В нашем обществе принято считать, что беременность — это такой момент ожидания. Не то, что это прям целая жизнь и отдельная такая часть, которая важна, каждая неделя важна, а вот как будто всё как-то направлено на будущее. Даже говорят, она или они как пара дождут ребёнка, у неё будет ребёнок, так как будто бы его ещё нет, но ведь он есть, просто находится ещё внутри мамы. И это очень важная часть жизни человека, пока ещё маленького, который постепенно вырастает и постепенно набирается сил для того, чтобы жить на Земле, на планете, где есть гравитация, где нужны крепкие кости, где нужен скелет, нужен характер. И вот всему-всему этому маленький человек набирается внутри мамы. И мне бы хотелось сегодня поговорить о том, что беременность — это, безусловно, ожидание, ожидание нового этапа жизни, но тем не менее это самостоятельный этап, сама жизнь, каждая неделя, из которой важна, каждый день, из которых важен. И даже если мы говорим о тех малышах, которые приходят и очень быстро уходят, когда беременность останавливается, это всё равно большая часть жизни, которую мама и малыш прошли вместе. И я не люблю говорить о потерях таких, как о чём-то, что не случилось. Действительно, такая беременность была полна ожиданий, но тем не менее это была целая жизнь, просто такая недлинная. И у мамы и у малыша было время. Было время вместе, были эти недели. Как правило, это не дни, а недели, и не одна, а даже больше. И сегодня мне хотелось бы обратить внимание на то, что у вас никогда не будет второй десятой недели, когда у малыша формируются какие-то определенные органы и клеточки. У вас никогда не будет второй двадцатой недели с этим малышом, с этим ребёнком. У вас никогда не будет второй тридцатой недели, второй сороковой недели, когда совершенно другие идут процессы, они тоже очень важны. И мне хотелось бы вернуть вас в настоящий момент для того, чтобы снизить тревогу, снизить вот это нетерпение, снизить вот это вот стремление в будущее и почувствовать, что жизнь происходит уже сейчас, прямо здесь. И в этом моменте начать укреплять вот эти отношения, которые уже есть, работать с этими отношениями, пока с малышом внутри вас. И поэтому мы проведём, сделаем вместе сейчас медитацию, которая, я надеюсь, вам понравится и будет вашим, если не ежедневным, то хотя бы еженедельным таким вот ритуалом, островком спокойствия и настоящего момента, момента здесь и сейчас. Давайте найдём удобное положение, так, чтобы спина имела опору, не скрещивая ноги и руки, можно постараться поставить стопы на пол, если нет, то можно их ноги сесть на турецкий, да, но стараться не перекрещивать. И давайте закроем глаза, может быть, ваша шея тоже будет иметь опору, это ещё выше. И давайте расслабим лицо, расслабим плечи, расслабим таз, стопы, кисти рук. И сделаем три глубоких вдоха через нос, а выдох через рот. С каждым выдохом отпуская напряжение, выводя из тела и ума всё напряжение, и все мысли. Выставляя в день мягкость, пассивность и комфорт. Продолжайте дышать носом. Глубоко, спокойно. Выдыхая, возможно, чуть медленнее. И сейчас давайте погрузимся в область таза. Расслабим каждую мышцу таза, каждую связку. Опустите всё своё внимание в таз, в живот. Почувствуйте, где находится ваша маточка, где находится ваш малыш. Возможно, ваш малыш сейчас такой маленький, что может поместиться в ладошку. И это очень красиво. Удивительно, что человек может быть не таких размеров. А может быть, ваш малыш уже большой, и вы чувствуете его вес. И вам уже понадобятся обе руки для того, чтобы его удержать. Представьте, как вы нежно, мягко касаетесь, обнимаете своего малыша. Возможно, одной ладошкой. А возможно, обеими руками. Дышите глубоко. И чувствуйте, что происходит с вами. Что происходит внутри вас, внутри вашего живота. Как себя чувствует малыш? Может быть, вы хотите что-то ему сказать. Только пусть это будет про сейчас. Не про то, что вы его ждёте. Он же сейчас здесь, прямо тут с вами. И вы настолько близко с ним, насколько после беременности уже не будете. Потому что роды — это сепарация. Скажите ему что-то про настоящий момент. Что вы чувствуете? Как вы сильно любите его? Как вы ему рады? Возможно, вы что-то хотите у него спросить. Ну, например, что мне нужно ещё для тебя сделать? Или что мне, как твоей маме, нужно осознать? Или выменять? И просто слушайте, чувствуйте тело. Чувствуйте и глуша, и себя. Может, поднимаются какие-то эмоции, и пусть они будут дать им возможность выйти, проявиться. Это всё очень важные эмоции. Нежность, тревога, любовь, радость. Всё, что вы чувствуете, очень важно. Побудьте с этим здесь и сейчас, не отвлекаясь, не убегая, не перетекая в голову. Чувствуйте свои эмоции в деле. Где они живут? У них тоже есть домик, как и у вашего малыша. Продолжайте ему погоду шать. И обнимать, и быть рядом своим вниманием со своим малышом, с этим маленьким человеком. Сны или сны. Теперь представьте, как вы делаете глубокий вдох, и как кислород поступает в ваши лёгкие, и как кровь переносит кислород по всему вашему телу и несёт его также к малышу. Или к малышке. Как кислород напитывает вашего прекрасного малыша. Как он становится крепче. Почувствуйте, как тепло вашего тела оберегает и ласкает малыша. почувствуйте, почувствуйте свой живот низ живота. Какой он мягкий, прекрасный, сильный. и какой он сейчас особенно волшебный. Обнимите своего малыша ещё раз ладошками или руками. Представьте себе этот процесс. Вы можете также обнять живот. Особенно если он круглый, большой, вы можете прям действительно обнять его всеими руками. если он ещё маленький, то достаточно положить туда ладошки и ещё немного помыть полностью здесь и сейчас со своим ножом. Хорошо. И теперь мягко начинайте возвращаться. Вы можете снова почувствовать все тело пальцы, рук, ног, пошевелить стопами, запястьями, моргать глазами, мягко вернуться. И просто почувствуйте, что-то поменялось. может быть, вы сейчас особо чувствуете свой живот, может быть, там возникло тепло, может быть, есть ещё другие ощущения. Каждый раз, выполняя эту практику, вы будете чувствовать что-то своё, что-то новое. Я рекомендую сделать её хотя бы несколько раз, ну, а в лучшем случае каждую неделю, потому что каждую неделю будет что-то меняться, и вы точно не хотите пропустить всё самое важное, что сейчас случается именно внутри вас. В психологии есть такой феномен, у всех у нас есть темпераменты, да, какие-то более экстравертные, какие-то более интровертные, считается, что женщина в беременности становится более интровертной, погружается погружается в себя, потому что очень много всего происходит внутри, и это действительно справедливо и имеет большой-большой смысл. И мне хочется просто напомнить вам об этом, потому что сейчас такой беженый ритм, у нас всего много, у нас под рукой ленты, соцсетей, которые затягивают тина, которая иногда просто удивительно плотная, быстротечная, и хочется, чтобы каждый момент беременности был более осознанным, более теплым, и чтобы вот эти отношения мамы и малыши были глубже и качественнее уже сейчас. Так, мы учимся слушать, и своих детей, и себя. Я надеюсь, что практика вам понравилась, мы увидимся в следующем видео. Приятного вам вечера, дня, ночи, утра, что у вас там. Всех обнимаю. До скорой. субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...